Как писал Леонид Романович Кузласов, в 4-3 веках до нашей эры на территории современной Хакасии сложилось первое Южно-Сибирское государство. О нем упоминается в древних китайских рекописях. Сегодня расскажем об этом периоде нашей истории. На материалах новой археологической экспозиции Хакасского национального краеведческого музея имени Леонида Романовича Кузласова. Впервые сделана подробно характеристика одного из важнейших этапов формирования кочевнической культуры, культуры металлургов, бронзы, народа, который известен практически на территории всего земного шара. То, что принято называть термином «скифская эпоха» — это тагарская археологическая культура. У нас визуально памятников тагарской археологической культуры несколько десятков тысяч курганов, которые мы видим в степных пространствах в целом всей Хакаско-Минусинской котловины. И вот такой подробный рассказ о тагарской культуре с показом эталонных предметов, характеризующих эту культуру. Но это, наверное, такое новое слово в характеристике этого этапа. И самое главное, здесь ведь была задача, с одной стороны, не подавить материалом экспозицию, но с другой стороны, когда вы смотрите эту экспозицию, вы видите, какая плотность материала, насыщенность материала. И если у людей есть интерес более глубокий, они могут удовлетворить этот глубокий интерес через посредство знакомства с материалами культур различных этапов. Мы пошли по пути. Взяли за основу периодизацию даже не Михаила Петровича Грязнова, а Сергея Дмитриевича Киселева, изложенного в древней истории Южной Сибири. И он там в основном не культурами оперирует, а эпохами и периодами. Во многих, в некоторых вопросах его поддержал Дмитрий Глебичцевинов, когда издавали монографию по тагарским памятникам могильной степи. И мы пошли таким путем. Тагарская культура. И говорим о ранне-тагарском периоде. Вот как сегодня Игорь Николаевич отмечал, мы здесь не видим искусства. Заметите? Ни одного предмета знаменитого скифа сибирского искусства. Хотя это скифская эпоха. С чем это связано? Может быть, не Клалия. Может быть, за исключением, вот посмотрите. Вот модели пряжки Колесничева. Верно, я что-то говорил, что ПНН называли 70-е и 80-е. Но после ряда исследований, особенно на Черногорской горе, вопрос об этой пряжке был окончательно снят. Более того, она и дальше сохраняется на весь тагарский период, когда уже здесь изобретают жесткие удела. И колесницы выходят из боевого употребления. Но вот этот, скорее всего, класс колесничих, скажем, назвать, который выделяется как отдельная социальная группа, продолжает носить на поясе. Иногда, конечно, не 10, не в полной размере, вот такие пряжки, а потом вот такие изображения с двумя, как бы, головками лошадок, которые разные, столько будто они запряжены в колесницу. То есть, это выделяется слой, начинается социальная дифференциация, выделяется слой воинов. Понятно, что это еще эпоха военной демократии и так далее. Но вот слой батыров, он начинает выделяться. И они отмечают себя и в погребениях, это часто видно, и в инвентаре. И вот здесь мы видим полноразмерные ножи, кинжалы, чеканы. То есть, это те, с помощью которых воевали в эпоху. Дело в том, что тагарское время – это эпоха, начало эпохи, это эпоха великих переселений, становления кочевых, собственно, по завершению страны кочевого хозяйства. Огромные передвижения в степи. В причерноморских степях кемерийцев сменяют скифы, и формируется огромный скифо-сибирский мир. Вот здесь представлены работы Марка Владимировича Подольского. Это могильник под Сирией, недалеко от Абакана. Я даже студентом участвовал в раскопках этого могильника недолго, правда. Здесь мы, посмотрите, видим опять полноразмерное оружие – это ранний могильник, да. Но появляются уже такие вот очень интересные ножи, ажурные, которые больше распространения получат позже. Появляются ножи с отверстиями, ну и так далее. То есть, мы видим все равно все-таки зарождение одной из другого. То есть, культуры все-таки вот этот эволюционный тип, который отстаивал теплоухо в свое время, мы здесь все-таки наблюдаем. Не везде, не всегда, не во всем, но во многих параллелей мы можем провести. Традиционно тагарская археологическая культура датируется седьмым-вторым веками до нашей эры. Нас сейчас интересует период ее расцвета, той самой ранней государственности, о которой сообщали древние китайские летописцы. А это Сарагашинский этап – четвертый-третий века до нашей эры. Ну, во-первых, мы здесь уже видим, что скифскую триаду, первому курсу я рассказывал, да, про скифскую триаду. С чего она состоит? Это, в первую очередь, жесткие удела показывают. Это искусство, и это оружие, которое представлено ножами и кинжалами, мечами и кинжалами. В западной части это Акинаки, у нас вот такие бронзовые кинжалы. То есть, вот она перед вами, скифская триада. Что из себя представляют курганы? Курганы в это время растут. Сюда, скорее всего, проникает мощное влияние с Алтая. И алтайский стиль в искусстве распространяется, появляется огромное количество изображений различных животных. Ну, конечно, вот колоколовидные навершия. Помните, я сегодня рассказывал с горным козликом? Вот они, их в склепе по углам ставили на палочке четыре штуки. Вот. Факельницы, вот там полноразмерные, здесь уже ритуальные с козликами, да. Это, конечно же, нашивки в виде оленей, в основном оленей, но там олень сочетает черты оленя и лося. Но вообще, золотой олень, скифский олень или солнечный олень, до сих пор в некоторых культурах народов Сибири, это изображение солнца. А вы не забывайте, это вещи, которые лежали в могиле несколько столетий. Если мы рассмотрим на вещи, которые подверглись хорошей реставрации, вот, видите, они выглядят, могут выглядеть либо как красноватая бронза, либо вообще желтая бронза. Поэтому вполне как солнечный и похоже на золото 755-я проба. Ну вот сегодня мне поступил запрос о том, расскажите, пожалуйста, почему на гербе Министерства культуры изображен солярный знак, что это такое, изображение оленя. Ну, человек просто не знает истории нашей территории, культурных традиций. Эти образы, они вошли в геральдику очень слитно. Они были в этой геральдике в те времена, когда создавались образ солярный знак. Это, наверное, визитная карточка, универсальная, уникальная, знаковая, символическая культура, которых ярко, очень объемно характеризует духовные, идеологические представления Окуневской археологической культуры. И ведь не случайно солярный знак, которым пронизано все в нашей экспозиции, в том числе и вот оформление потолка второго этажа, здесь солярный знак показан, это дань уважения тем представлениям религиозно-идеологическим, которые возникли у древнейшего населения, ну, по меньшей мере, четыре тысячи лет тому назад. И они сейчас настолько, ну, как бы, современные и настолько уникальные, что это является образом узнаваемости нашей территории. Этот вот тот символ, который мы используем сейчас и в современной практике, в том числе официально бюрократически на гербе нашей республики, это изображен на печати, как солярный знак изображен. Это еще и в массовой культуре изображение солярного знака. Но этот символ, который зародился только на территории Хакасии, больше ни с какой территорией он не связан. Поэтому люди, которые находятся в контексте этой символической культуры, они понимают, о чем идет речь. Так же, как образ оленя. Оленная бляха, которая универсальна для огромных степных евразийских пространств скифского времени. И для территории Хакасия олень – это яркий солярный солнечный символ эпохи, примерно отстоящей от нас 2700-2400 лет тому назад. Но этот символ, он живой и сейчас, и сейчас используется в знаковой нашей культуре. Мы видим, представлены и находки самого большого кургана. Это срезы, спилы с конструкции этого кургана. Салбыцкий курган, как вы знаете, был исследован в 54-56 экспедиции Сергея Ивановича Киселева. И находок-то он почти не дал. Ну, за исключением сосуд этого кургана здесь у нас представлен в экспозиции. Еще там один невнятный нож, совсем немного находок. Но сама конструкция была, конечно же, исследована впервые таких масштабов. Большой Салбыцкий курган часто называют царским. Таких Хакасий у нас не так много. Этот элитный погребальный комплекс – самый крупный из всех. Неудивительно, что он всегда вызывал интерес. Привлекал к себе внимание не только ученых, но и бугровщиков – профессиональных грабителей курганов. Вы понимаете, какая интересная особенность. Вот Сергей Владимирович Киселев, который в 1932 году увидел Салбыцкую стену с этими замечательными курганами. Он прекрасно знал, например, совершенно естественно, как Миллер описывает ограбление этого большого Салбыцкого кургана. Он большой Салбыцкий после раскопки, знаете, что вы понимаете. Потому что он самый большой стал называться. Миллер описывает, как в весенние шести недель 12 человек усердно этот курган график. Сергей Владимирович Киселев приехал и увидел на нем воронку 19 метров диаметра и 5 метров глубина. И в отличие от других археологов, а Сергей Владимирович взялся, Сергей Алексеев, и три сезона копал ограбленный, как следует, ограбленный памятник. Столой его интересовали не нас, но так, несколько обобщая. Была задача понять историю местного развития. Максимальный памятник, который показывает достижение древней культуры этой земли. И он ему рассказал. И оказалось, поразительные вещи вот эти, то, что только профессионалы монолитов, 30-50-тонные монолиты, ориентируя их по странам, светам, строго. И все это делалось ради захоронения одного, ну будем говорить, старичка примерно 70-ти лет, который был похоронен в деревянной, рубленной гробнице, опущенной в огромную яму 8 на 8 метров, а вся гробница наверху 16 на 16. Это была деревянная пирамида. И сам Курган был пирамидой первоначально, с усеченным верхом. И вы понимаете, какое это было? А деревянная пирамида, которая была гробницей большой ямы, когда был опущен с рук, так сказать, из бушков, на землю была поставлена, она была сделана из лиственницы. Но каждое плевно было зашито в вымаренную дрессу. То есть они использовали лиственную, как веточный материал, железное дерево, одновременно с окрашенность белого, березой там использовалось. Там поразительные вещи. Тоже есть разные оценки, но как минимум 20 метров высота насыпи была. Например, есть оценки в 25 метров. Угловые стелы, минимальные оценки, самая большая стела, от 60 тонн. Как они доставлялись на этот Курган, до сих пор неизвестно. Но это опять труд многих сотен и тысяч людей. Все время посчитали, ну, по гулаговским меркам, сколько потребовалось человека дней на сооружение этого Кургана. По гулаговским меркам 1 миллион. В 50-е годы умели это делать, считать. Вот, 1 миллион. Представляете, какой колоссальный ресурс был оторван от производящего хозяйства. И это общество смогло себе позволить. Поэтому на этом основании многие считают, что возможно и возникновение государственности в Сарагашинском этапе знаменитого государства Динлинов и Динлинго. Который уже описан в китайских летописях. И жители этой страны уже описаны в китайских летописях. Что они из себя представляют там? Описаны как кентавры, которые постоянно... О которых тело человека в нижней части это лошадь. Они хрящут себя плетками по бокам и с криками ге-гей бегают по степи. Ну, так китайцы описывают северных кочевников. Примечательно, что древние летописцы, рассказывая о стране Динлин, называют ее Го. Что значит государство. А в своих терминах китайцы точны. Они получали информацию от разведчиков. Там есть все. География, природные ресурсы, численность армии, нравы и обычаи. Так что ошибки быть не может. Это действительно государство. Курганы в это время часто выстроены с цепочкой. Вот посмотрите, цепочка таких курганов представлена на фотографии. Один, два, три. Таких курганов может уходить 10-15. И они тянутся на несколько километров по какому-либо увалу. В этой витрине представлены котлы. Мы их видели только что на низу, на Боярской писанице. Вот. Это настоящие полноразмерные котлы. Для чего они? Вот тот же Геродот. Я сошлюсь на него. Для чего используются котлы? В этих котлах варили кости жертвенных животных. Так пишет Геродот. То есть это те скифы, которые жили в Причерном море. На территории современного Донбасса, Запорожья. Понятно? Идемте дальше. Вот этот этап, эта культура, это государство. Скорее всего, в 201 году до нашей эры подверглись нашествию в кунов. И на территорию сюда начинается проникновение, собственно, тюркских, протюрских народов. А точнее, конкретного протюрского народа, это кыргызов, которые выходят из озера Кыргызну. И культура под влиянием кунов и кыргызов здесь меняется. И здесь мы можем говорить о тесинском переходном этапе. До сих пор этот термин, скажем, я его взял у Кызласова, Игорь Леонидович, а есть термин Леонида Романовича, Тагаров-Таштыкский переходный период. Есть термин «тесинская культура», о котором Маргита Николаевна отстаивала, я вам говорил. А есть термин, что это «тесинский этап тагарской культуры». Поэтому мы написали «тесинский переходный этап», скажем так, достаточно нейтральный. Ну, пришлось поломать мне три головы над этим названием. Ну и наконец решили, что Игорь Леонидович оптимально сформулировал данную проблему, и мы у него позаимствовали. Очень интересная, на мой взгляд, реконструкция и показ важнейшего этапа в жизни Южной Сибири. Это периода переходного на рубеже нашей эры от традиции европеоидной скифской традиции к монголоидной тюркской традиции, когда формировалась новая этническая этнополитическая ситуация на этой территории, новое этническое сообщество формировалось на этой территории. И это представлено такими выдающимися археологическими памятниками культур, как тесинский этап тагарской культуры, поздний этап, как таштыкская археологическая культура. Что здесь интересно? В это время появляются огромные склепы, в которых похоронено не 20-30 человек, как на Сарагашинском этапе, а 200-300 человек в одном склепе. Но склепы крупнее, стоят они обычно отдельно, а не цепочками. Вот, и здесь очень много вативных вещей мы находим. Вот посмотрите, если огромный чекан ранний тагарский, на тесинском этапе, вот посмотрите, в чем превращается. В маленький-маленький чеканчик. Тинжалы на полдоразмерные, посмотрите, как детский набор инструментов. Но тут, возможно, эта традиция даже хакасская сохранилась. Посмотрите, помните, вы челому повязывали на дерево когда-нибудь? Но предполагается, что маленькая леточка в том мире становится большим полотнищем. Правильно? Сломанная вещь целая. Почему в погремениях ломали вещи? Правильно, в хакасских? Так и здесь маленький чекан станет большим. То есть идея эта до сих пор существует в культуре. То есть вот 2200 лет. Вот здесь мы видим южное мощное влияние. Поясная пряжка в виде драконов. Поясные пряжки в виде таких быков. Видно? Изображение уже на железе не бронзе, а в железе снежного барса. Тагарская археологическая культура с точки зрения археологии – это вообще разрыв всех шаблонов. По определению, это ранний железный век для всей территории евразийского материка. Но в музейных витринах мы видим не железо, а бронзу. С железом вообще все проблемно. Дело в том, что, несмотря на то, что железный век, мы считаем, начинается чуть ли не с 12-13 до нашей эры. У нас это еще эпоха поздней бронзы. Весь раннее железо у нас – это бронза. Почему? Много месторождений хорошего качества. А сделать хорошее железо очень сложно. Это мы привыкли – железо твердое? Да нет. Чтобы дойти до этой технологии, у людей ушло там несколько тысяч лет. И вот самое раннее железо, видите, как плохо сохраняется? Потому что качество его не очень высокое. Не очень высокое. Вот это из погребений. Несколько лучше сохраняются находки. Долгое время, вот обратите внимание на биметаллический кинжал, когда лезвие делается из бронзы, хотя вы считаете ее более мягкой, а рукоять из железа. При этом, посмотрите, рукоять почти вся окислилась, а бронзы нет. Причем железо, как таковое, в археологии Хакасии встречается еще в Афанасьевскую эпоху, пять тысяч лет назад. В могильнике под Афанасьевой горой были обнаружены остатки браслета с обоймами из тонких железных пластин. Как позже выяснилось, это метеорит. Небесное железо, о котором тоже писали китайские летописцы. Но вернемся к тагарской археологической культуре. В это время власть Хунов здесь отлицетворяет, конечно, наместник. И один из таких интереснейших памятников – это Хунский дворец. Начала его раскопать Варвара Павловна Левашова, а позже присоединился Киселев, Евтюхова, а после войны и Леонид Романович Козыласов. К сожалению, этого места, на котором стоял дворец, сейчас как бы нет, он распахан под частные дома на границе Красного Абакана и деревни Чапаева. Но все, что сохранилось, копали тогда четыре музея. Наш начинал копать к нему, потом присоединился Красноярский, Минусинский, понятно, что Варвара Павловна была археологом Минусинского музея, Красноярский музей, и потом исторический музей из Москвы. И часть находок была найдена вот таких четыре ручки. Они были на дверях, это такое изображение мощной двери. На дверях в зале, в центре этого замка был тинговый зал, я бы его так назвал, ну зал собраний, куда вели четыре двери. И там находились вот такие, на каждой двери по такой ручке. Она, видите, выполнена в виде такого рогатого горбоносого демона, с изображением европеоида. Но если мы предположим, что, как считала Левашова, что этот дворец принадлежит знаменитому китайскому полководцу Лилину, который случайно попал в плен хуном, воюя с ним, его взял быть в плен. Он был еще родственником китайского императора. Я вам рассказывал, что его обвинили в государственной измене. В результате репрессий против его семьи со стороны императора он остался у нас здесь. И, возможно, он стал родоначальником правящей династии местных правителей, которые фактически управляли Хакасией в плодопресследовании России. Потому что в средние века, когда кыргызы столкнулись с китайцами, то выяснилось, что династии – предки, один предок. Это обстоятельство в династийных хрониках империи Тан отмечается дважды. Послу инисейских кыргызов император Джун Цзун в 706 году говорил, «Ваш царствующий дом происходит из одного со мной рода, и я отличаю его от прочих вассалов». И позднее, в 841 году, дано поручение правителя кыргызов как происходящего из одного рода с царствующим в Китае домом ввести в царскую родословную. «Здесь мы видим, что черепицу, которой был покрыт дворец, обмазка колонн, которая внутри стояла, черепица, которая омляла двери и окна, и здесь есть еще небольшие стертые черепицы, то, что лежало на полу. Дворец имел отопление, то есть подземное отопление в канавы, в траншеи, которые закрыты камнями были, закачивался горячий воздух и так отапливался. То есть он нагревался в больших чинах, заткачивался, и весь дом был теплым. А вот, и самое интересное, что на некоторых черепицах с обратной стороны мы были найдены, вот видите, знак, такой в виде как зигзаг, вот такие знаки. Всего там несколько десятков знаков было. Многие считают, что нет ли там перекличек с урогической письменностью. Ну тогда урогическая письменность у нас, мы говорим, что возможно возникает в 6-м, распространяется в 8-м, а это первый век до нашей эры. Вот, поэтому тут навряд ли, конечно, это особняка, но, возможно, знаки мастера, они сохранились. Вот, идем дальше. Под влиянием вот этих двух культур, то есть кыргызской, или геньгунев, или хагасов, да, и динлинов, в тисинский период произошло их слияние. Ну вот, к примеру, на первоначальных этапах тагарская культура, особенно в конце тисинского, что получалось? Тагарцы считали, что облик нужно сохранить, поэтому занимались мумификацией тела. А кыргызы считали, что надо облик сжечь, поэтому сжигали тело. И погребения ранние, таштыкские, особенно грунтовые, скрываем, лежит девушка. Вот, кстати, мы погребения, вот маска наверху самая белая. Вот эта маска лежит, я ее зачищаю погребением, это в Абаканном перевозе было. А рядом череп, маска, скелет полностью, а рядышком кучка жирных костей. Вот, по наблюдениям Маги Борисовны Вадецкой, все эти жирные кости всегда мужчина. То есть, это супруги, но только женщина тагарка, а мужчина каркасы. И каждого по своему обряду хоронят. И встал вопрос, а как следующий этап детей, внуков, правнуков хоронить? И постепенно выработался единый обряд. Когда после смерти человека делали вот такую маску, вот где, как черный, это сырский чатас, раскопки Леонида Романовича, делали маску. Тело затем сжигали, брали одежду умершего, делали из нее куклу, набивая травой, и на лицо клали маску. Облик сохранили? Сохранили. Тело сожгли? Сожгли. Все боги довольны. Для таштегской археологической культуры очень важны раскопки 1949-50-х годов знаменитого сырского чатаса, который производил, это были первые его самостоятельные раскопки, Леонид Романович из вас. Сырский чатас расположен в Лоскийском районе. И при раскопках одного из таштегских склепов были обнаружены абсолютно уникальные изделия из древесного угля. То есть это деревянные скульптуры высотой до одного метра. Две скульптуры, которые изображали северного оленя. И не просто северного оленя, а с уздой. Там узда показана на этих фигурах. И статьи Леонида Романовича Козласова. Туловище олени вырезаны из целых обрубков кедра. Приставные ноги сделаны из того же дерева и имеют вверху шипы, которые вставлялись в пазы, выдолбленные в туловищах статуй. Рога и уши были, вероятно, кожаными, а хвост из меха. Самым значительным является то, что на мордах оленей вырезаны уздечки с набором круглых бляшек. Это доказывает их одомашненность и назначение под верховую езду. Эти деревянные скульптуры стали древесным углем. На тот период не было, конечно, совершенных методиков реставрации. И исследователи в полевых и камеральных условиях сделали все, что могли. Склеили эти скульптуры клеем, скорее всего, БФ. Но по прошествию времени они долгое время находились в экспозиции Хакасского краеведческого музея, в том числе в старой экспозиции на улице Ленина, 96. Но с течением времени эти скульптуры стали приходить в негодность, потому что они требовали определенной реставрации. Настоящей реставрации не было проведено. Мы в прошлом году отправили эти фигуры в знаменитые реставрационные мастерские в Москву на реставрацию. Реставрация оказалась очень сложной, уникальной абсолютно. Об этом сделан сюжет реставрационными мастерскими. Они не могли сделать реставрацию в течение того срока, который мы обозначали в договоре, мы продлили этот договор. И вот к лету этого года отреставрированные уникальные скульптуры мы получим. Мы уже предусмотрели место в экспозиции. Оно предусмотрено для того, чтобы эти уникальные скульптуры внести в экспозицию. Потому что без них, скажем, такая полная, подробная характеристика таштейской культуры будет не завершена. Они являются уникальными предметами, характеризующими это время. И они необходимы в экспозиции. И таких случаев будет происходить достаточно много. Но, как любая экспозиция, она не может быть статична. Она все равно имеет определенные тенденции к развитию. Понятно, что основной скелет экспозиции создан. Но все равно меняются представления, меняются концепции. И, наверное, это будет найдено в отражении в реконструкции и в дополнении вот этой экспозиции. В это время, кстати, Большой Роев, я говорил об Острогалах. Вот коллекция Острогал с раскопок нашей Абаканской ТЭЦ. И они покрыты огромным количеством разных значков и отверстий и так далее. То есть это явно и игральные кости, и гадальные кости. Очень интересная находка, сделанная Андричем Готлебом на Черном озере. Вот видите, бусы и пряжки деревянные сохранились. Самое интересное, когда взяли анализ бус, вот эти крупные синие, вроде бы как из Птолемейского Египта, эпохи Птолемеев. А вот синие там бусы, укрепления, они из северного Пакистана современного. Есть бусы из Римской империи. То есть вот эти связи, традиционные на юго-запад, они прослеживаются у нас несколько тысячелетий. Таштыкская культура, конечно, уникальна в первую очередь своими масками. Именно в таштыкскую культуру была заложена основа населения, которое стало, собственно, древними хакасами. Как считают ученые, вторжение хунов в Хакасию разрушило первое южносибирское государство. Но на его основе завоеватели создали новую мощную политическую структуру. Сначала она существовала в формате наместничества, а затем обрела самостоятельность. Но это уже отдельная тема и другая история. Субтитры создавал DimaTorzok